Привет! В кадре у нас часики Casio F200, обзор от владельца. Данными часами я уже пользуюсь очень много лет, это не первый экземпляр. Впервые мне были подарены еще в школе родителями часы Casio, как раз таки версия F200 W9A. В данном случае версия 1A в черном корпусе, а то была версия в синем корпусе. Не такая, конечно, прикольная, но все равно часики были очень хорошие, потому что был темно-синий корпус. Были замечательные функции, будильник, кстати, с днями недели, обыкновенный секундомер, режим двойного времени. Можно было поставить ежечасный сигнал, включить-выключить, то есть чтобы часы каждый час попикали. Можно было настроить будильник на определенную дату и на определенное время. Это очень круто для часов, конечно же. Можно было будильник сделать, чтобы он попикивал каждые несколько секунд. В общем, по тем временам это было круто. В общем-то, еще одна любопытная функция. Кстати, смотрите, если мы переходим в режим будильника, настраиваем его, то можно сразу будет зажать кнопку Mode и перескочить в основной режим. Вот по этой функции я дико скучаю, используя свои такие вот часики ProTrack. Здесь нужно все режимы пролистнуть и только потом попасть в основной режим. О, наконец-то попал. Здесь нельзя сразу зажать и перескочить, к сожалению. Здесь зажатие кнопки Mode включает-выключает звук часов. На этих часах звук отключить нельзя. Давайте покажу, кстати, подсветку. Подсветочка. Вот такая вот, довольно слабенькая. Горит всего лишь одну секунду. Ну, фокус будет у нас у камеры. Да, горит всего лишь одну секунду. Ну, зато как бы энергосберегающее 10 лет. Ха, батарея ей будет служить. Сегодня у нас 16 марта, понедельник. То есть отображение дня недели, календарь автоматический. То есть настраиваем секунды, настраиваем часы, настраиваем минуты, год, месяц, число. Сейчас 16 марта. Возможно, видео это появится там и летом, или через год. Как будет у меня желание его опубликовать. Так что, уважаемые подписчики, извиняйте, если чего. Ну и что мы тут имеем? Во-первых, браслет. По браслету можно сказать следующее. Сейчас я часы одену и вам покажу. По браслету можно сказать следующее. Очень комфортный, оригинальный браслет, но совершенно ненадежный. Во-первых, не повторяйте мои ошибки. Как-то пару лет. Как-то пару лет. Вот как часы смотрятся на руке. Пару лет назад я побрызгал себе руку репеллентом. Рукав побрызгал его тут чуть-чуть. И попал случайно на браслет часов. И браслет просто потек. То есть, он от агрессивной среды, он портится. Ну и вообще, лучше репеллентом брызгайте там под манжету. Задвигайте часы и брызгайте. Кстати, репелленты от комаров, их лучше наносить на одежду. Они там держатся целые сутки. А не на кожу. Если вам нужно руки защитить от комаров в лесу, а комаров очень много, тогда одевайте перчатки какими-то с обрезанными пальцами и перчатки брызгайте. Это очень эффективно. Но не брызгайте часы. Можете купить обыкновенный ремешок, любой, и переставить. Задняя крышка здесь на винтах. Соответственно, водозащита. Water resistant, made in China. Water resistant здесь очень хороший, хочу отметить. С этими часами я купался и в море, и в обычной воде многократно, и ради эксперимента в сауне их тестировал. Все хорошо. Единственное, что вода, конечно, заливается под эти кнопки, и приходится... Извините за маникюр. Руками много работаю. И приходится нажимать на кнопочку, и вода постепенно оттуда выдавливается. Такой вот забавный момент. Но воду держат. Вообще офигенно. Никаких вопросов. Давайте для сравнения габариты. Данные часы весят 27 грамм. А вот эти часы, это Casio Pro Trek 110Y, они весят 63 грамма. Размеры корпуса данных часов 40 на 44 на 11,5 миллиметров толщину. Довольно компактный корпус у часов. И на руке они смотрятся такими малышами. Даже немного не солидно. Но как первые часы, очень даже неплохо зайдут. Сейчас вообще у Casio есть две модели. То есть Casio F200W, я считаю, для спорта, это самый лучший вариант для примитивного спорта. То есть если бюджет до 1000 рублей, там детям подарить, или для себя, не нужны какие-то часы крутые, то этот вариант вполне подойдет. И версия для того, чтобы одевать там даже под пиджак, это Casio F91W. Сейчас очень популярные часы эти, как бы вторая молодость у них, но они всегда были популярными. Вот эти две модельки стоят до 1000 рублей. F91W и F200W. И при этом отличные часы, симпатичные. Вот эти вот F200, они более защищенные от воды. Батарею лучше держат. Ну и имеют более спортивный стиль. Естественно, под рубашку такое не наденешь. Такие вот часики. Комфортные, неплохие. Лишь не забывайте менять ремешок, ну, если каждый день надеваете, то минимум раз в год, потому что он может порваться, лопнуть, и вы часы просто потеряете. Все. Благодарю всех за просмотр. Ну и, конечно же, увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok